Уже вторую неделю обсуждается и в российских и белорусских СМИ информация о том, что неспокойно на границах какая-то переброска войск происходит. Что на сегодняшний день известно со стороны Украины и какова вообще обстановка? Есть ли ощущение скорой войны какой-то? Витает ли оно в воздухе? Ну, к сожалению, Путин бряцает оружием, войска концентрируются на границе Украины, идет пропагандистская война, накручиваются, придумываются очередные фейки про погибших мальчиков, как уже были распятые мальчики в 2014 году, делает Россия заявление о том, что Украина хочет войны. Ну, в общем, все один к одному выглядит как начало подготовка к войне. Есть версия, что, конечно, Путин пробует реакцию международного сообщества и Украины, и реакция международного сообщества очень жесткая. Мы благодарны администрации Джозефа Байдена, который очень жестко реагирует европейским, всем нашим коллегам НАТО. Поэтому, может быть, мы надеемся, что такая реакция его остудила, но точно никто не знает. У Путина впереди думские выборы в сентябре, у него проблемы с Навальным, у него проблемы с мятежной Белоруссией, и поэтому ему маленькая победоносная война очень бы не помешала. Алексей, ну, нас, наверное, все-таки, да, зрителей наших, и вот меня, больше беспокоит история на белорусско-украинской границе. Тоже появлялись сообщения, что там тоже идут какие-то телодвижения, и в связи с этим вот и зрители наши спрашивают, а возможно ли вторжение в Украину через Беларусь? Ну, ответа на этот вопрос у меня нет. Нет, к сожалению, судя по всему, Лукашенко, он сегодня находится полностью под Путиным, поэтому на что он может пойти, помогая своему сюзерену, мне сказать сложно. И мы видим, к сожалению, приготовление со стороны Беларуси. Лукашенко обезумец, обезумевший узурпатор и диктатор, поэтому тоже очень трудно предсказать. Возможно, все. Вот сегодня тот, кто вам скажет, что он точно знает, что будет завтра, я думаю, что никто этого не знает, возможно, даже сам Путин не знает, насколько далеко он готов зайти. В связи с ситуацией с белорусскими войсками, которые там тоже активничают у границы, сейчас есть какие-то сложности с проездом белорусов на территорию Украины? Как сейчас работает этот порядок пересечения рядовых белорусов? Какие-то отдельные требования, может быть, для них? Никаких отдельных требований нет, но на молодых мужчин обращают внимание украинская погранслужба. Это касается всех граждан России и особенно граждан России, ну и граждан Беларуси тоже, то есть к ним есть определенное внимание. Но никаких специальных требований нет, никто не запрещал белорусам пересекать границы с Украиной. На этом фоне, на фоне вот этой вот напряженности, вице-премьер, если я правильно помню Украины, заявил о том, что Украина отказывается от переговорной площадки в Минске. Вот в связи с этим, есть ли какая-то альтернатива, на которую Украина готова согласиться или подобный формат переговоров на сегодняшний день вообще потерял свою актуальность? Переговоры всегда актуальны, но Минск не может быть больше такой площадкой, потому что это косвенная легитимизация диктатора Лукашенко. Минфекционное объединение за демократическую Беларусь, которое я возглавляю, еще в прошлом сентябре обратилось к Зеленскому с требованием, чтобы в Минске их переговоры больше никогда в Минске не состоялись. И, ну, я думаю, очевидно, что теперь это и не состоится. Это правильное решение со стороны украинской власти. Нужно искать новую площадку, к сожалению, Минске ее больше быть не может. Несколько недель назад появлялась в украинских СМИ, телеграм-каналах такая информация, что были задержаны несколько шпионов КГБ Беларуси. Вот сейчас мы знаем, что немало белорусов, да, тоже бегут, которые от преследований, бегут в том числе в Украину. На этом фоне вообще ощущаете ли вы какую-то активность белорусской разведки? Ну вот мы видим, да, прямо после действительно были задержаны сотрудники белорусских спецслужб, и поэтому мы видим активность белорусской разведки, она точно есть, эта активность. Это нас беспокоит, и поэтому я и говорю, что сегодня больше внимания уделяется мужчинам, которые пересекают границу со стороны Беларуси. И мы воспринимаем Лукашенко, его режим, как полностью вассальный Путин, а значит враждебной Украине. Еще история такая у нас была в самом начале, да, даже перед протестами в Беларуси, перед августом летом, история с вагнеровцами, которые вроде бы по спецоперации СБУ Украины должны были быть задержаны на территории Украины, но раньше времени оказались задержаны в Беларуси и, соответственно, были выданы России. Что на сегодняшний день известно об этой истории, кто стал причиной срыва спецоперации? Так, очевидно, что кто-то, какой-то предатель в Украине сообщил об этой спецоперации российским спецслужбам, а те, в свою очередь, уже в сотрудничестве с белорусскими спецслужбами остановили переход вагнеровцев и их посадку в самолет, после которого они должны были оказаться уже в Украине и в руках украинских спецслужб. В ближайшие дни выйдет фильм «Беллингкэт» группой расследователей, которые расследовали эту ситуацию. Мы ждем, интересно будет увидеть, какие результаты в их расследовании. Хорошо, последний вопрос. Давайте про Славянский базар поговорим. Тут у нас многие украинские ведущие отказываются от участия в нем. А вообще Славянский базар изначально в его организаторах, соорганизаторах числится как Беларусь, так и Россия и Украина. А почему на сегодняшний день Украина с соорганизаторства Славянского базара еще не вышла? Ну, я думаю, что это неправильно. И никакого соорганизаторства с путинской Россией и с лукашенковской Беларусью, как режимами, я имею в виду, у нас, конечно, быть не может. То есть мы же, когда демократически, мы с удовольствием и с огромным счастьем будем организовать много чего вместе с демократической Беларусью, которая, я надеюсь, скоро останет.